Каждый день Нина Усипова раскладывает 140 мисочек корма. Это для них, её любимцев, для 50 котов и собак, которые она подобрала на улице. Бедные на сегодня тоже не про них. Но до того, как попасть в добрые руки волонтёра Нины, они бомжевали на улицах. От них отказались. Приручив, их просто выбросили из дома и из памяти. Вообще не планировала с детства быть волонтёром. Просто случайно как-то первую собаку взяли, которая бегала по городу. Такая уже возрастная, и зимой пристроили её. Потом кого-то второго попросили взять. Ну и в общем такой мы попали, как я называю, в водоворот, из которого уже невозможно выбраться. И с тех пор и в доме я не планировала, что у меня будет столько животных. Но со временем просто появилось много уже знакомых волонтёров. И появился какой-то опыт в лечении. В основном я же их не собираю на улице, а мне привозят уже каких-то травмированных откуда-то с области, с города. И я понимаю, что если я не возьму его на лечение, то он может погибнуть. Так и обрастаю. В доме Нины Владимировны всегда находится место для нового пушистого постояльца. Ведь она не может пройти мимо обездоленного и раненого животного. Кстати, для всех скептиков и злопыхателей места в доме у Нины для всех достаточно. И за 8 лет, а именно столько она заботится о бездомных животных, она научилась обрабатывать им раны. Колоть уколы, стричь когти и даже чистить зубы. Справиться со всем этим хозяйством порой сложно. Но есть помощники – муж и знакомые. Сложно. Без привычки вообще сложно. Некоторые приходят, знакомая недавно пришла и сказала, что это ужас. То, что она пробыла со мной целый день. И это же не только там покормить, почистить лотки, но еще очень много всяких процедур. Кому-то уши, кому-то зубы. Допустим, чистить камни, потому что не всегда мы там в клинику можем отвезти или сделать. Бывает, что очень тяжелые травмы я беру каких-то травмированных животных. Вот, например, Эмма. У нее была сломана нога, у нее было шесть осколков вместо кости. Поэтому три с половиной месяца мы потратили на перевязки, на лечение, пока лапа срослась. Нина Владимировна – волонтер общества Animal Help, которое организовали такие, как она. Люди, не безучастные к проблемам животных. Их называют простым словом – волонтеры. Но сколько всего скрывается за этой простотой. И таковых в наше не столь доброе время – немало. Я потратила свою жизнь на них, поэтому вот на эту Эмму, в частности. И мне теперь уже их… Ну, я понимаю, что их никто не возьмет. Люди не хотят брать инвалидов. Хотят маленьких, пушистеньких, там, рыженьких. А инвалидов нет. Эмма со сломанной лапкой. Рыжик, потерявший зрение. Таких в обществе Animal Help тысячи. И всем стараются помочь. Где-то покормить и взять на передержку. А где-то и вовсе полечить. Ирина Амельянчук, директор данной организации, также дарит свое внимание и любовь к каждому коту и собаке. Ведь эти животные, как правило, никому не нужны. Тех, кто имел проблемы со здоровьем, либо инвалид, сейчас люди даже не рассматривают. А она вместе с ветеринарными врачами борется за жизнь братьев наших меньших. Проект Animal Help, этому проекту около 10 лет. Он вообще родился в 12-м году, 10-го апреля. И целью проекта было объединить волонтеров, чтобы они могли помогать друг другу. Потому что в городе был отлов, в городе был приют. И было множество разрозненных волонтеров, которые сами по себе спасали животных. И целью было их немножечко познакомить, чтобы кто-то мог оказывать денежную помощь материальную, кто-то автопомощь, кто-то инвентарем, переносками, кто-то ручками, если женщина пожилая хотела покастрировать. Чисто физически брали животных и носили туда. Это очень тяжело. Кроме того, что ты сам лично проходишь, реагируешь на все вот эти случаи непосредственно. Берешь себе на кураторство, берешь себе домой на выхаживание. У меня еще есть телефон, по которому вы звонили первоначально. Телефон Animal Help. Он работает как горячая линия. И я отвечаю на экстренные звонки. И сейчас у меня налажено сотрудничество с МЧС. МЧС, когда они сообщают мне о каких-то экстренных случаях, а я пытаюсь в силу своих возможностей попробовать каким-то образом помочь. Либо консультации, либо подослать волонтера, либо помочь найти хозяев, либо помочь, кто заберет это животное. Потому что МЧС не может оказать помощь животному, если его надо просто-напросто выпускать куда-то обратно. Его надо передать в руки либо волонтеров, либо хозяев, либо неравнодушных людей. Те, кто однажды уже лишился крова, бывают особенно благодарными. Готовы простить предательство и забыть голодную жизнь на помойке. Они будут встречать у двери, приходить погреться и поморчать перед сном. Спасать от одиночества и плохого настроения. Лечить от болезней и создавать уют в доме. В группе ВКонтакте Animal Help можно выбрать друга прямо сейчас. А возможно, вам запал в душу кто-то из этого сюжета.